ты не задумывался кого бабмаш нам напоминает я вот задумывался но не мог вспомнить а потом мне подсказали говорят слушай это же гусеница из алисы в стране чудес так а то постоянно дует мудрая такая сша точно мы раскололи и вот теперь все стало ясно и понятно слушай друг походу мой друг думаешь он отойдет то что он цвет поменял видишь или не видишь может пропадает как короче даже вообще самый такой необычный как настолько необычно это супер какой-то гибрид не общезнаешь что сказали мне сказали да за такой кактус любая нормальная баба во все щели даст тут короче сверху лафафора вильямса это мне так сказали от немыслов дизлайк не нас хотя можешь стать аж все равно понимаешь значит у меня так мало подписчиков на канале у меня около 12 тысяч человек в блок листе я потом захожу детальную статистику смотрю всех ту лайки ставит я блокирую меня зачем понимаешь я как говорится каждый творец своего мира своей реальности вот у меня своя реальность зачем мне люди которые как с которым мне не по пути или которые не понимают слушай вообще этот мир походу потихонечку все нормальные люди в кавычках съезжают вообще окончательно с катушек значит мне вчера вчера сегодня сообщение пишет одна женщина мы с ней как-то раньше общались нет вообще просто может я не нормально короче как-то до этого она мне знаешь что писала говорит лёх я бы короче любые деньги бы заплатила чтобы посмотреть как ты отсасываешь там он пишет писал а вчера она мне и сегодня она мне написала что короче что она мне написала говорит посмотрела твое видео последнее мне тебя жалко говорит вообще с катушек съехал и вообще твои вот эти штаны ты фу в них на педико похоже и короче фу противная без обид только родить короче значит как штаны так на педик а как посмотреть как я отсасываю еще за любые деньги это нормально короче как то значит сверху это лафафора вилемса а снизу это сан педро и еще какие-то надо короче камушки положить сюда если он отойдет буду с ним ездить путешествовать по миру он раньше мне был код раньше я всегда с которым путешествовал если что надо вещи допустим новой почтой мог отправить хотя знаешь вообще надо жить налегке надо все вещи раздавать чуть что попадается не нужно и главное понимаешь запускается поток вот я например у меня были у всякие там телефончики там рабочие не рабочие не нужны какие-то ноуты не нужны все это флэш он просто есть лежит новая флешка хорошая новая флешка на 32 гигабайта 300 лет не нужно потому что я не пользую взял под все короче раздает вот реально смотришь все что у тебя есть и чем ты больше не пользуешься раздаешь я только ты раздаешь это вселенная короче по ходу эту фишку секет и она смотрит что тебе допустим не хватает ее обратно тебе короче раздает с других мест короче не не знаю мне так кажется так все работает крайне мере у меня а я короче когда кактус пересаживал мне я еще вот такую штуку нашел а слушать мне короче я думаю это у меня короче это перчатки есть чтоб подтягивать вообще без перчаток обычно подтягивался ну так по стрелке они такие желтые носочки и такие желтые перчатки короче а мод и вообще вы слушай когда уже телефон не придет я уже хочу себе установить этот спортивный трекер буду бегать по трекеру каждый день бегу вообще что понять нифига не могу каждый день бегают не знаю может быть километров наверно ну в районе есть тип занимаюсь а вес не сходит не пойму что происходит мне кажется меня подменили слушать и у меня короче наши какие мысли по поводу эффекта как там мандалы манделы мандалая может быть это люди просто совершили квантовый скачок перешли с одной вселенной в другу ты вообще смотрел этот сериал за гранью там этот вечный чокнутый профессор он всячески расширял сознание тут сила цибином с lsd с дикстромитрофаном ну все в принципе все то же самое чем и мы с тобой увлекаемся увлекались я ничем уже не увлекаюсь знаешь просто фишка в ту это или страх или опасность то что однажды расширенное сознание в принципе в прежние рамки уже не станет вот а еще кстати значит я хочу я щас все мысли потеряну ничего что-нибудь на тусу затонула скажу пока поток есть надо трепаться ты знаешь поток бывает он то есть то нету и вообще значит я хочу сказать ой сейчас все забуду сейчас забуду так подожди верить вернемся а мне надо пишут в личку и гараж или типа видосы по чем-то пишу понимаешь если допустим во первых не те не говорил не на меня грибы же больше не действует к первым а во вторых я я же если как бы и под воздействием каких-то расширяющих веществ я не разговариваю то есть я в принципе могу поговорить там ну из разряда разрешите пройти можно ли присесть можно взять купить и тому подобное а то я вообще не вижу смысла разговаривать ты понимаешь это как это такое ощущение меня на часто бывает вот просто тогда она так сильно обостряется что понимаешься вот эта жизнь это кино как сказать кино этот кто-то вставил это просто кассеты в магнитофон и ты вообще ничего не можешь поменять это ну как запрограммирована и такой и ты короче главный просто герой вот этого вот этого фильма ты сейчас в кино находишься а вот а потом будут новые фильмы и вообще и и счет я чуть я хочу сказать не надо мухоморить нашу жил ты себя жил думал тебе к примеру там и не знать тридцатка ох какие тут пропеллер лита потом то ты сути столько воспоминаний и и ты такой понимаешь что ты уже живешь целую вечность и она знаешь она так вот 40 бы по кругу происходит и конца этому не будет я знаешь я вообще считаю что не стоит это у меня тут другого ритму тут собираем команду типа валить мы с планеты будем там свалите вы с этой планеты и чуть дальше это ну потом опять вернитесь через какое-то время все как бы циклично я считаю что это все это чушь и низ как у вас колеса сансары соскочить нельзя ну вот ну может соскочишь ты на несколько жизни побудешь что солнышком то звездами то травкой там поэтапа отдыхаешь и потом рано или поздно опять это вот этот щелчок и ты снова вылазишь и испытываешь вот эти ощущения тебя был опыт рождения кстати у меня был я помню мне кажется что это самое страшное что есть жизнь вот эти вот первые эмоции наш этот яркий свет эти непонятные люди которые непонятно что от тебя хотят на мед кажется что если бы все люди если бы женщины особенно помнили то как их вытягивали в этих роддомах оттуда во если бы они ясно осознавали как происходит этот процесс рождения если бы они слышали вот этот скрежет металлических предметов вот этот яркий свет вот эту энергетику вот эти незнакомые голоса это те люди какие-то которые тут в принципе ради денег находятся потому что у них просто такая работа и это вообще как будто какая-то скотобойня непонятная они бы наверно бы быстренько начали бы всякие читать литературки как производить роды в домашних условиях где найти хорошего там акушера или мужа своего приспособить к этому делу ну я вот просто после того как я вот все это дело несколько раз испытывал мне было мне не понравилось знаешь честно сказать это мне умирать не так страшно как рождаться рождаться страшнее я хочу сказать ладно мы не об этом и мы вообще нет ни о чем мы как обычно ни о чем прикинь а еще значит думаю такого не бывает я все думаю что самом деле я все реально нахожусь и короче кино сниматься и я вот думаю мне ко мне короче надо шаратку какую-то решить и и я не знаю какое дело в том что я вот все никак не знаю какую но знаю что ее надо решить и вот как в тот момент когда я решу за занавес упадет все скажут браво лег ты переходишь на новый level а пока от это тусуешься тут тусуешься а еще короче сейчас думаю нет не думаю помню вот короче знаешь идет не кажется что такое нас все таки вот этой планете а вот в этом измерении в нашем где мы все сейчас находимся в этой матрице смыслов очень ограниченное восприятие от эти каких-то какие-то эти органы чувств на самом деле наш рука органов восприятия новых может быть интересных им конца и края нет вселенную можно так пощупать со всех сторон и вселенные могут быть такие интересные что потом те вот это наше даже кажется совсем не интересно а зрение а может быть вообще совсем по-другому тот наш есть к примеру браузер mozilla firefox но такой-то обычный голый браузер кто-то таким кто-то серфит допустим просто через такой браузера кто-то нет кого-то такое не устраивает и начинаете всякие и dance устанавливать там типа ноу-скрипт холстере там я не знаю фаер дебах что там еще можно adblocks потом автокопи и короче у меня такой браузер навороченный навороченный знаешь один такой круто пользуется там узнаешь всякие поисковые плагины у него стоят что наш к примеру тем чтобы что-то найти тебе достаточно там какой-то выпендрежек мышкой сделать и все у тебя также самое со зрением понимаешь и пока у тебя вот сознание не расширено ты не видел по-другому тебя не с чем сравнить вот а когда она была расширенная и потом ты может быть немного скучаешь не но частично то все она остается она остается навсегда чтоб было главное главное помнить 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 ты смотрел фильм этот момента когда все страшно быть на месте роли от этого актера вот этот момент истины вот и представь да ты внимательно этот фильм посмотри полностью от осознай себя на его месте и вот этот вот этот в конце фильма вот этот момент истины ты прикинь как в этот момент мозг вскипает тут вариант один или несколько вариантов короче возможно себе пулю в голову впустить или ему и какой ты выберешь что так начнется все сначала что так только какое кино пойдет а вообще значит я хочу сказать меня в этом году что не вдохновляет вообще город ну так травку конечно я посеял там все все дела просто знаешь я намылил я намылился просто дергать отсюда вот не знаю куда вариантов несколько вообще мне надо немножечко денег немножечко денег у меня короче уже на пол билета деньги есть хочу надо короче деньги на билет и в этот куда-нибудь уличу в теплые края не значит он вообще танцевать хочу не знаю я спрашиваю чем ты хочешь заниматься не знал хочу танцевать мне танцевать ну правда я правда нифига не умеет танцевать но нравится знаешь самое главное нравится так вот понимаешь иногда опасно чем бывать Я вот смотрю, вот мне еще, знаешь, вот, кстати, один из таких каналов, который меня в свое время вдохновил как-то так резко, это этого, Константина Гражданкина, вот, и я как-то, ну, какой-то видеоролик смотрел про что-то там нейропластичность, ну, что знаешь, есть разные люди, некоторые могут то-сё-сё-сё-сё-сё попробовать, одно-третье-пятое-десятое, знаешь, иногда-то бывает такой приходит момент, когда ты не знаешь, что ты хочешь попробовать, это вот сидишь такой, ты понимаешь, что что-то надо новое, а что, ты не знаешь, как бы варианты есть, но как бы те варианты, которые они приходят, как бы тебя не особо читать, они впирают, бывает, и что делать, грустишь, сидишь-то, слушай, у меня, короче, небольшая идея пришла, как можно немножечко денег доработать, ну, конечно, на билет, а у меня тут мужичка, поэтому по камере ползает, на билет, конечно, до Таиланда не хватит, но на несколько килограмм зеленой гречки, из которой можно потом сделать хлебтики, продать хлебтики, сделать оборот, и заработать на билетах, а, короче, смотри, не, у меня что-то, часто спрашивают, где споры взять, где кактусы, а я что-то не подумал, что есть же сайт этого, шайтан-шаман, я же, короче, ему написал, я услышал, у тебя можно партнерку взять, короче, смотри, у меня будет, не, у меня партнерка не будет, давай мы так сделаем, короче, я тебе даю специальный код, так и назовем, реалий-целоскорский, короче, вводишь этот код на сайте, получаешь 5% скидку, и тебе хорошо, и мне потом, короче, проценты начислят, а там можно споры купить, кактусы, всякие цветочки, семечки, все, 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 что можно, все честно, все легально, а еще, знаешь, здесь какой сайт, откуда вам неебогу прослали, там тоже, кстати, партнерку можно получить, ссылку, не, ну че, в принципе-то, слово забыл, тематическая аудитория, я, короче, этот, я, ищи богу, так, просто попил, как травку, позаваривался, там, разделил на 7 частей, типа, как, вот, знаешь, зверобой некоторые люди пьют, у нас вообще такая страна, что у нас могут и зверобой рано или поздно запретить, подумают, зверобой, ты знаешь, довольно-таки, если его постоянно пить, очень хороший антидепрессант, там эти ингибиторы моноаминоксидазы присутствуют, по-моему, ну или что-то такое, я же забыл, как он называется, га-га-га-га-га-галай, а, гилариум, это таблетки на основе, зверобой. Замолчал, заткнулся. Слушай, траву покосить надо, а не хочется. Ладно, буду я заканчивать свое повествование, надо что-то в жизни менять, чем-то надо заниматься. Не, ну ты прикинь, всегда все мы чем-то занимаемся, потом ты раз и перестал заниматься. И чем-то хочешь, а чем не знаешь. Представляешь, это какая проблема? Уже готов сказать, возьмите меня на работу, я бесплатно буду ходить. Видишь, важно, что ты понимаешь, что работа нравится должна. Ладно. Давай. А, мне тут еще, знаешь, круче. Здесь девушка одна, говорит, Лех, приезжай в гости в гостях. Гритарица билета, говорит, куплю его отстаньте. Потусуемся. Я говорю, отстаньте от меня. Я старый, больной человек. Ну, нет, не больной, может быть, не такой старый, но у меня что-то не до тусовок. Я думаю, надо себя в порядок привести, систематизировать, побегать. Какие-то рекорды себе установить. Не до тусовок. Я знаю, что-то видишь. Вот как бы в жизни бывают, наверное, разные периоды, разные моменты. Кота хочется путешествовать, кота не хочется. Он знаешь, что тебе говорят, путешествовать, путешествовать. У тебя что-то? Ну, побывали, поехали. Вот у Москвы, потом Волгоград, потом Екатеринбург, потом Казань. И это все время в пути, в движении. Не знаешь, я сижу, что мне как-то нет, а не того. Ну, а не того, потому что надо самадхи обрести. Это потому, что этот ум все начинает говорить, а что ты ничего не делаешь? А что надо делать? Что надо делать? Что-то надо делать. А ты вот тут. Короче, до просветления мне еще идти, идти, на самом деле. Избавиться надо от ума. Вообще, ты понимаешь, в чем фишка? Ты откуда ни глянь, они шарлатаны вокруг. Я вон там смотрю, чувак там, о, просветление. А зачем вам говорят просветление? Вам надо предназначение. Прежде чем просветляться. Типа просветление. Нет, а кто сказал, что просветление-то уход от проблем? Нет. Просто осознание другое. Я так думаю. Так-то я был по ту сторону ума. А еще знаешь, я что вспомнил? У тебя такое бывает или нет? Допустим, когда ты под воздействием грибов находишься. И у тебя в голове с огромной скоростью меняются картинки того, допустим, кто ты есть, кем ты мог бы быть, к примеру. И как будто все это с тобой уже сейчас происходит. И оно и так, и так, и так, и так. И все-таки не нравится, не нравится, не нравится, а потом вот нравится, вот нравится, допустим, и этот, и потом этот долбанный ум. И когда уже вроде бы ты, ну, ощущаешь, примеряешь на себе какую-то новую роль, и ум спрашивает, и что дальше? И опять ты, получается, знаешь, как вот этот вопрос, как только задается, и что дальше, и опять поехали, и от этого до бесконечности, и что дальше, и что дальше? Вот, и ты понимаешь, что смысла нет вообще ни в чем, вообще абсолютно никакого смысла. Смысл, блин, в бессмысленности. И ты понимаешь, это, знаешь, вот это самое страшное на пути вот этого, так сказать, поиска просветления, это, что в конечном итоге ты приходишь, что жизнь вообще полностью бессмысленная, в ней вообще нет никакого смысла. Вот, и от этого можно сойти с ума. Ну, ты, короче, либо сойдешь с ума, либо, это, обретешь свободу. Тогда можно заниматься всем, чем хочешь. А так ты все равно пытаешься, ну, типа, ну, как это, все равно надо какой-то смысл. Ну, я не знаю, это я так думаю вообще. Вот, а его нету, вообще ни в чем нету. Что хочешь, ты и делай. Не, ну, я не знаю. Конечно, обычно жизнь наполняет смыслом, когда ты что-то для других полезное делаешь. Создаешь, допустим, я не знаю, там, ну, какую-то пользу оказываешь. Наполняет, по-моему. Не знаю, кого как, наверное. Ну, в принципе, это все равно все бессмысленно. А еще знаешь, что у меня было? Я, короче, ну, вообще, что было? Не знаю, я это говорил или нет. Я, короче, такой стою. И у меня в голове все книги. Короче, все, что я когда-либо читал и даже не читал. А еще я даже, наверное, на каких-то незнакомых языках говорить смогу. Мох, когда под мухоморами был на шестой день. Вообще непонятно. Я даже язык программирования понимать начал. Прикинь. Ну, не важно. И, короче, происходит такое, как будто в голове. Это такой суперогромный суперкомпьютер. Он решает, начинает, это, общие знаменатели, короче, выводить. Все складывает, удаляет, складывает, удаляет, разделяет. И потом, типа, решение такое. И оно везде, знаешь, куда ни посмотришь, и везде тебе реальность рисует. Я равно Бог. Я равно Бог. Ну, это, типа, как бы, решение, уравнение такое. Я не знаю, это к чему, это, ну, у меня такого было. Это такого не было. А еще знаешь, как у меня было? Ну, я по-разному, конечно, умирал. И по-разному. Вот после смерти у меня было что. Короче, ну, иногда ты в момент смерти, ты сразу же рождаешься. Сразу же. Ты еще не понял. Ты думаешь, что ты сейчас умрешь, а потом оказывается, что вот этот процесс болезненной смерти, это процесс рождения. Ё-моё, ты такой думаешь так-так-так-так только не забыть, только не забыть это очень важно запомнить все, запомнить все, запомнить все, запомнить и ты пытаешься все это загрузить в свой мозг но пока ты маленький это тебя отвлекают и ты в конечном итоге все забываешь беда не, это конечно бред, ну не важно я же отдаю отчет себе, что это все чушь дичь, ну так пофантазировать А потом, у меня еще, знаешь, как у Баба, вот, короче, ты такой раз и типа умер. И в тот момент, когда ты умер, ты в том же самом возрасте, в том же самом облике оказываешься в каком-то другом месте. Ой, комары, 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 комары. И там это все, короче, люди, которые в твоей жизни сыграли самые такие ключевые роли, ключевые моменты, хорошие и плохие, с которыми ты, допустим, ну, к примеру, может быть, сошелся, не сошелся. И все тебя, короче, знают, все тебя, короче, рады встретить и поздравить, как будто, ну, как будто вы всегда все друг друга знали. И вся вот эта предыдущая жизнь, которая у тебя была, это спектакль, эта постановка, вы изначально договорились, допустим, что ты-то, к примеру, там, Вася Пупкин какому-то другому человеку сделаешь гадость. Кого ты побьешь, у кого ты, может быть, там, жену отобьешь или я не знаю. Ну, короче, херни, короче, то, что ты в жизни херни натворил, это вы типа изначально договорились, а просто вы сейчас всего этого дела как бы не помните. И поэтому, знаешь, держать обиду друг на друга смысла нету. Это как бы все изначально, ну, типа было так продумано для какой-то эволюции сознания. Ну, я не знаю, это так, я просто дичь несу. Это, ну, я так видел, так у меня было. А еще бывало, знаешь как, ты такой только умер. В тот момент, как ты умер, ты в другом месте просыпаешься. А там у тебя просто полноценная жизнь, и вся твоя жизнь длинная-длинная-предлинная. Там всего лишь в тот момент ты думаешь, нифига себе, мне сон приснился, только бы его не забыть. И потом туда-сюда раз и забыл. И, короче, ты всегда все забываешь. Понимаешь, это вся проблема забывчивости. Мы всегда все забываем. Память маленькая, мозг не помещается. Комарики, комарики. А планетой ты был? Я солнцем был, я помню. Я помню, такой думаю, так, все мне надоело. Нет, самой большой звездой, самой вот этой большой в нашей вселенной. А ты помнишь этого Джорогана? Я говорю, она говорит, никто ни хрена не шарит. Она говорит, это, говорит, на звезды указывает. Я, говорит, когда накруюсь, постоянно, короче, на звезды смотрю, я, говорит, просто в шоке. Я, говорит, как оно, говорит, там взялось. Она говорит, ты понимаешь? Это огромные ядерные взрывы. Сотни миллиардов километров отсюда. И так до бесконечности. Ты знаешь, что такое до бесконечности? Это значит, что вся вселенная, сотни миллиардов галактик, это, возможно, всего лишь часть атома, часть атома, которая находится в яйце парня, который живет в другой вселенной, в другой вселенной, которая лишь часть атома, клетки яйца парня, еще, 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 и так дальше, и до бесконечности, и нифига не кончается. А ты, говорит, дурачок, на ямку смотришь. Но он не прав. Потому что я, когда смотрел на ямку, ну, я не на ямку, я в мусорку смотрел. Меня, знаешь, мусор в покое не дает. Думают, что с этим мусором? Я, короче, в мусорницу, в мусорный бочок смотрю. Не, не мусор, в мусорное ведерко. Ну, а там эти, травка лежит, всякая эта веганская моя болтовня. Какая болтовня? Ну, короче, ботва, ботва от морковки. И я, короче, такую смотрю в этот, в мусорное ведерко, и оно, короче, как все приближается, приближается, а я вижу, что там огромное количество вселенных. Я, оп, такой в этой вселенной смотрю, и оно опять приближается. И там галактики, наша солнечная система, земля, планета. И такой раз, и я там стою и смотрю в мусорное ведерко снова, прикинь. И потом опять дальше. И так до бесконечности, до бесконечности, до бесконечности. Оно все приближается. И нифига не кончается, понимаешь. Так что не обязательно на звезды смотреть. Можно даже в ямку смотреть. Так что Джо Роган был не совсем прав. Поэтому в том видеоролике по отношению к тому парню, он еще дурачком назвал. Что типа я вот на звезды смотрю, потому что там бесконечность, а ты дурак на ямку. Ах, комары. Ладно. Будем. Просто будем. Просто будем. Все, давай. Не, не будем. Будем мы потом. Ну будем и сейчас, и потом, и всегда. Это долбанная вечность, из которой ты никуда никогда не соскочишь. Прикинь. Целая вечность позади. И столько же еще впереди. Потом опять все начнется по-новому. О, а ты видел вот этот видеоролик. Его еще кто-то... Крутой, крутой, крутой видосик. Вообще он, по-моему, называется цивилизацией в оригинале. Но какие-то прикольные ребята подставили туда совсем другую музыку и назвали этот видеоролик DXM Trip. Посмотри, прикольный. Не знаю, мне понравилось. Я вообще вот что вспомнил. Короче, как я в себя все-таки приходил. У меня есть вообще теория, это лично моя теория, как, короче, приводить в сознание людей, возвращать их к реальности, которые снесли себе кукушку, какую-нибудь дрянью типа муха-муха. Короче, для этого человеку желательно знакомых подсунуть, желательно близких, друзей, которые могут тебя взять, допустим, за руку и начать с тобой хотя бы разговаривать. Потому что, понимаешь, происходит, это моя теория. Я, конечно, не врач, психиатр там и тому подобное. Я же просто помню, как я в себя приходил. То есть ты лежишь. То есть когда у тебя кукушку снесло, ты больше не помнишь, кто ты. Ты не знаешь, кто ты. Ты кто угодно. Ты летаешь по вселенным, ты переживаешь опыт в других людях, в других воплощениях. Ты и травинка, ты и атомы, которые взрываются. Ты и ядерные взрывы, ты и солнышко, и луна, и вселенная. И, короче, происходит непонятно что. И ты, и эльфы, и во всяких космических, фу, космических, этих сказочных персонажах переживаешь в своей жизни. И в какие-то... Короче, все еще, наверное, связано. Знаешь, когда ты книжки почитаешь фантастические, а столько образов интересных. Я теперь понимаю, откуда во все эти красивые картинки берутся, как вот эти люди футуристику рисуют. Я столько насмотрелся, ты даже не представляешь. Себя умел рисовать. Передать все вот эти образы, которые я там насмотрелся. Такие интересные. Короче, полная потеря произошла, и все. Тебе же надо как-то вернуться. То есть, это я так думаю. Твоему разуму, твоему сознанию нужно зацепиться за что-то привычное. А за что ты можешь зацепиться привычное, если ты лежишь в непривычном месте? Ты лежишь в психиатрической больнице. Рядом незнакомые люди, незнакомые стены, незнакомый врач. У твоего разума, у твоего мозга или там что, сознания, нет ассоциаций. Нет ассоциативного ряда, как с вот этими персонажами ты вообще связан. Я, например, первый раз в себя пришел. Это чисто случайность, я считаю. Не, может быть, я не знаю. Это я же говорю. Я же в этом не силен, просто мои мысли. Первый раз я пришел, загорелась. Там, короче, в себя, когда я первый раз, помню, приходил. В той палате, где я лежал, загоралась очень тусклая лампочка с утра. И у меня это включалась ассоциация с книгой, которую я читал. Книга называлась... Не, ну просто это до такой степени, конечно, абсурдно. Ну, мне так показалось. Карл Саган, короче, «Мир полный гемонов». Или наука, как свеча во тьме. И, короче, я на вот эту лампочку смотрю. И мой мозг говорит, свеча во тьме, свеча во тьме, свеча во тьме. Так, удерживайся вот этой мысли. Нет. И постепенно он начинает разворачивать. Откуда эта фраза в голове? Ага, это я книгу читал. А кто эту книгу читал? То-то, то-то, то-то. А где это было? И постепенно ты начинаешь отдавать, ну, как бы возвращаешься, приходишь в себя. Это, допустим, первый раз я так в себя пришел. Я не знаю, может быть, по-другому бы не пришел. А может быть, пришел. А второй раз это просто... На мобильных телефонах у санитарок стояли звонки, мелодии. Такие же самые, как где-то там у моих друзей, знакомых, родственников. То-то, то есть, я чисто опираясь на вот эти звуки, мозг начал выстраивать ассоциативный какой-то ряд. Где я все-таки нахожусь? Или, вернее, кто я? Я вообще такие вещи рассказывал. И я дело в том, что я это еще и все помню. Ко мне подходит врач, говорит Алексей. Ну, мне-то... А, или он не говорит Алексей, я даже не знаю. Знал ли он, что я Алексей или нет? Ну, не важно. Даже если он знал мне-то об этом, у меня ничего не говорит. Я говорю, как вы себя чувствуете? Я говорю, а уверен, что я Алексей? А может быть, я полено? Я, понимаешь, я даже не понимаю. Я думал, что я бревно. Я, может быть, бревно, и меня нужно просто в крематорию сжечь. Это я вот такое говорю. Я это помню, понимаешь? Что самое интересное, что я-то это все помню. Это... Он, наверное, посмотрел, подумал. А так вот, если голос знакомого человека будет, родственника, который скажет, о, Леха, Леха, это я, Сережа, или там, Ярик, или еще кто-то. И, ну, я так думаю, у меня, короче, такая теория, что это может поспособствовать тому, что ты вспомнишь вообще, где ты находишься. А еще знаешь, что прикол? Я, короче, лежал, мы строили города. Мы строили город по проекту Венера. Но людей там не было. Там были одни машины. Мы машинами, короче, были. Я, короче, машина, там еще машины. И я такой у кого-то спрашиваю, кто ты? Он такой, отстань, не задавай мне этот вопрос. Я говорю, кто ты? Это я не кто, говорит, я город строю. Нет, да подожди, ты город строишь. Я говорю, ты мне ответь на вопрос. Кто ты, 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 кто ты? Ну, и начинаю, короче, прикалываться. Он говорит, отстань от меня, а то я с ума сойду. Если, короче, я на этот вопрос отвечу себе. Я не знаю, что. Короче, я понял. Смотри, для того, чтобы нам построить проект Венера, нам надо всех людей с планеты убрать. Они нам не нужны. А свое сознание мы просто в машины можем перенести. И будем жить, как в фильме «Матрица». Спокойненько, радостно, без людей. А людей в батарейке. Нафиг. Они нам не нужны. От них толку нет. Они все равно ни хрена не делают. Они только планету засирают. Жрать, срать, рожать. Как там говорил мистер Фримен. Все. На этом функция окончается человека. Переносим свое сознание на жесткие диски. И вперед в новую реальность. Существовать можно в чем хочешь. Я так думал. Ладно. Все, я, короче, пошел. А то ты сейчас вообще окончательно с катушек съедешь с моими видосами. Да ладно. Мы все давно с ума сошли. В этом абсурдном мире. Давайте.